как добрый день друзья сегодня я хочу вам показать очередной свой хаул из но у фрил сначала предоставлю вам сразу свой чек но у фрил вот вы можете посмотреть потом нажать на медленный просмотр и почитать кто что сколько стоило но общая сумма 89 долларов 55 центов так посмотрим что было куплено на эти деньги сегодня и так хлеб я купила на самом деле две буханки одна просто уже мы открыли ее на ужин я очень его люблю мы на него перешли до этого мы брали немножко дешевле там на 50 центов сейчас мы берем этот потому что он и по массе немножко больше получается 675 грамм это обычная классическая такая большая большой размер и он очень очень вкусный похож вот на хороший хлеб не тот который тает во рту дальше там испанские мандаринки очень хорошенькие в таком ящичке сейчас такой период мандариночный перед предновогодний очень много они в принципе недорого стоит вот эта коробка здесь 5 5 паундов это получается меньше чем три килограмма два с половиной даже где-то килограмма стоили 55 чем-то долларов картошка здесь 10 паундов это четыре с половиной килограмма за почти три доллара 2 2 80 по моему так вот это малина доллар 50 очень маленькая коробочка тут 170 грамм сто семь грамм малинки это буквально на один зуб будем говорить так и вот это вот они называются blackberry черные ягоды но я постоянно забываю как они называются на русском и мне уже писали как это называется это мексиканская у нас продукция но я не мод blackberry я знаю что это blackberry называется но я не blackberries но не знаю как они по-русски дальше мои любимые яблочки гала уже закончились тут получается в упаковке у меня кило 800 почти два килограмма сегодня были по скидке авокадо я взяла два пакетика потому что у нас они очень быстро уходят я люблю делать суши из авокадо мы делаем по субботам очень часто делаем салатик из авокадо такую массу авокадочную очень люблю я взяла две упаковки сегодня дальше так как у меня все любители что-то пожевать а дети вообще большие любители овощного у меня и фруктового взяла baby baby carrots если они как бы иногда не бывает такое что дети едят первый второй день мы едим все а потом что-то как-то она стоит вот это прекрасный патент для заморозки для миксов овощных которые вы уже знаете я делаю дальше здесь было на 2 штучки больше мы уже сделали салат зеленый лучок по моему это мексиканский 77 центов стоил пучок дальше здесь 6 огурчиков сегодня были по доллару по 99 центов это для этого сезона хорошая цена я взяла так это у нас редисочка редисочками тоже мне любят и муж и дети вот так просто грызть вот как морковочку также и редиску дальше как всегда cranberries вот мы я вот сейчас их сделаю и у меня буквально но за один раз костя скушает мы очень любим это я делаю типа варенья просто беру блендер ложку вот на вот это вот количество здесь получается сколько в упаковке триста сорок грамм вот на это помыла бросила в блендер ложка столовая сахара взблендерила и все это можно на хлеб это можно на крекер это можно если вы печете в пирог можно просто ложкой с чаем кушать и можно это с мясом также для мяса соус хороший потом взяла шримс креветки да наверно будет называться креветки шримс так креветки наверно упаковочка креветок недорого я буду их просто я их тоже делаю как стир фрай можно делать с овощами можно делать без овощей просто тоже с макарончиками с спагетти все что хотите это капусточка это стручковая фасоль зеленая пакетик тоже я ее делали с чесночком при делаю стир фрай или варю такой костин любимый суп на закарпатье я его раньше не знала на закарпатье очень достаточно популярное блюдо называется лопатки так что кто из закарпатья меня смотрит лопатки вот наверняка вы знаете о чем я говорю а вот костя смеется помидорчики помидор сейчас не сезон и поэтому помидоры подорожали я взяла помидоры это самые дешевые доллар 90 за паунд помидоры бананчики это у меня исчезает просто как семечки взяла ляшечки немножко куриные на 529 вот сосиски взяла детям куда без сосисок никак я постараюсь эту фирму брать здесь в принципе нету вот этих соевых всех примесей здесь принципе ну на эти роллс называется в принципе как это фирма вот это вот она шнайдерс вот эта фирма а вот есть у них как линия вот это вот кантри натурал с эта линия некоторых продуктов они делают но вот она неплохая и дети очень любят вот по сравнению даже с другими сосисками них намного лучше едят и они конечно дороже стоят на порядок но это действительно мясо дальше к нам приезжают гости они приезжают как раз получается на крисмас естественно крисмас мы не празднуем но гости приезжают где-то на три ночи и естественно надо кормиться чем-то я решила просто сделать праздничный какой-то ужин без связи к празднованием или не празднованием вот взяла индейку просто запеку ее хватит тоже на ужин на следующий день докушать на обед вот это на 10 долларов и здесь два 2 200 2 килограмма 200 грамм в этой индейки дальше что еще вот это я взяла помидоры в собственном соку нарезанные уже как раз получается это для кости беру лечо он любит готовить вот с перцем с луком вот с этими помидорами просто так сейчас не сезон обычно может свежие режет но так как сейчас подороже получается в банке дешевле брать и с яйцами вот так вот тоже он очень любит это его блюдо детства сметанка 14 процентная и я делаю по воскресеньям теперь уже когда у меня есть мой китчен эйт я делаю пиццу и на пиццу я ложу оливки ну вот так что вот это был сегодня мой хаул из но фрилс на следующую неделю у нас также будет на этой неделе холкостка поэтому в основном вы видите внутри ли я беру все что касается овощей и фруктов как правило в основном это но иногда что-то маленькое мясное но небольшое всего хорошего пока пока